русская лингвистическая традиция понимает национальный язык как язык нации сложившиеся в результате исторического развития народности до определенного времени славяне жившие на восточно-европейской равнине говорили на различных диалектах общеславянского языка время национального языка еще не наступило потому что существовали отдельные племена поляне древляне славяне родимичи кривичи но не было того что мы называем нации русское национальное государство складывалось в течение ряда столетий с этой точки зрения историю русского языка надо отсчитывать с 18 века к тому моменту когда россия осознала себя как империя а это произошло в эпоху петра первого древнерусский язык московского царства постепенно преобразовался в русский и так русский язык как национальный функционирует примерно три сотни лет и тогда же активно стал формироваться литературный язык литературным языком называется высшая форма национального языка которая отличается от других его форм диалектов профессиональных и социальных сленгов рядом признаков универсальностью обработанностью стилистической дифференцированностью кодифицированностью разберем каждый из этих признаков отдельно универсальность литературного языка связано с возможностью его функционирования во всех сферах например еще в начале девятнадцатого века русский язык был не слишком приспособлен для науки в различных ее областях не было терминологии устоявшейся традиции русской научной прозы однако к концу века в россии уже существуют научные школы во всех областях науки на русском языке написаны труды мирового значения универсальность или если сказать иначе многофункциональность языка сказывается в развитой системе функциональных стилей мы различаем научный публицистический официально деловой и художественный стили их объединяет то что все эти стили книжные и разговорный стиль который тоже может быть литературным отдельно надо отметить что литературный язык и язык художественной литературы совсем разные понятия поскольку художественный стиль позволяет использовать и просторечие и диалекты и различные сленги также надо сказать и о том что функциональные стили оттачиваются в разных сферах употребления языка так развитие законодательной практики оборот документов в сфере администрирования приводит к появлению юридической и административной разновидностей языка в рамках официально делового стиля развитие средств массовой коммуникации способствует обогащению публицистического функционального стиля обработанным язык можно назвать при наличии достаточно обширной литературы на нем задача обработки литературного языка в целом была выполнена в период в начале которого стоит фигура ломоносова а в конце пушкина за этот период появилось большое количество литературных произведений созданы русская сила ботаническая поэзия драма возникли образцы художественной критической публицистической научной прозы тем не менее пушкин говорил о бедности русской литературы они обработанности русского языка а его неприспособленности выражать абстрактные понятия по этой части девятнадцатый век также стал решающим к его концу мы получаем русскую литературную традицию ценность которой уже не подвергается сомнению проблема стилистической дифференцированности которая стояла перед ломоносовым в общем сводилась к следующему роль литературного языка можно сказать языка культуры или сакрального на руси в течение нескольких столетий играл старославянский древнерусский же выполнял функции разговорного обыденного языка несмотря на то что и на нем существовали значительные литературные памятники переписка ивана грозного с андреем курбским житие протопопа аввакума сатирические повести ломоносову необходимо было найти соотношение между создаваемым им же новым русским литературным языком и языком старославянским он учитывая опыт французских и немецких классицистов создал на основе их учений теорию трех стилей в русском варианте это означало что старославянскому языку в новом русском языке отводится определенная стилистическая ниша высокий стиль средний же и особенно низкий стиль придавали разговорному русскому языку статус литературного в пушкинское время старославянизмы воспринимается уже как архаизмы как стилистическое средство достаточно узкого употребления в то время как русский литературный язык крепнет и обретает самостоятельность процесс кодификации русского литературного языка в словарях и грамматиках начинается в 18 веке и уже в 19 достигает высокого уровня при этом нельзя забывать что наиболее известный из всех русских словарей толковый словарь далее по сути является словарем диалектов а не литературного языка а а Продолжение следует...